Итак, сегодня наша лекция, беседа посвящена Деви Кадгамала Стотри, одному из центральных гимнов и священных мантрических формул в традиции, в культе Шридии. Впервые встречается она упомянута в Амакешвари Тантре в беседе Шивы Шакти. И, собственно говоря, описывает она, в ней содержатся имена, и она, собственно, является такой призывной эвакативной формулой, обращенной ко всем аспектам, ко всем проявлениям богини-матери, которые существуют в Шри-Чакре. Собственно говоря, этот гимн, эта Стотра является также мантрой, которая необходимым приложением, таким компасом прилагается к ее 15-ти сложной мантре, и в ней ее контекст будет непонятный. Но, тем не менее, мы к ней обращаемся, чтобы иметь представление о том, вообще, как устроена Шри-Чакра, какие божества в ней находятся, какие энергии в ней задействованы. Ну и, собственно говоря, в южно-индийской традиции почитания богини-матери, этот гимн достаточно популярен, так или иначе, является, ну, как бы таким, вот, бактическим и может быть использован в качестве, ну, что называется, намаджапы, вот, то есть призывание святых имен богини-матери в ее разнообразных аспектах и проявлениях. Вот Трипура Рахасия, священное писание, относящееся к традиции Шри-Видии, описывает о том, повествует нам о том, как богиня явилась в свое время богам, чтобы помочь в их затруднениях. И явившись, она предстала при нем в своем таком наиболее привлекательном образе, в виде богини Трипура Сундари, прекрасной девушки, 16-летней. Ну и боги были так очарованы ее красотой, сказали, что вот для ее место пребывания надо сделать, построить некий обитель, такой шатер, там, город или крепость, или дворец. Ну и Брахма призвал зодчего вселенского, Вишва-карму, и приказал ему построить. Вишва-карма сказал, ну я не знаю, как это делать, как устроен, должен быть устроен этот город для богини, как должны быть расположены там крепостные стены и так далее. Затем Брахма начинает описывать, и он описывает, собственно говоря, строение и структуру Шри-Янтры. И затем, выслушав, выслушав это наставление Брахмы, между ними происходит вот такой вот диалог. Глава 56-я. Услышав это удивительное описание, Вишва-карма, вселенский зодчий, вновь спросил, поклонившись и желая услышать. О, Багалан! Какое количество шахтей было сотворено матерью Трипуры? Каковы их имена, формы и место пребывания? Об этом поведай мне. У них, сотворенной великой Трипура Суднари, где находятся обители? Раз они представляют места во Вселенной, где пребывают эти шахти, сотворенные Трипурой? Все это мне разъясни желающим услышать. На вопрос, заданный селенским зодчим, довольный четырехликий Брахма сказал, «Слушать, Ваштор, с внимательным умом, это самое тайное. В начале Великая Трипура Суднари сотворила девять шахтей и приказала им произвести множество других шахтей, множество других сил, чтобы осуществить творение. Они же сказали Трипура Суднари, «Как же мы будем творить этих шахтей, названных тобою, мать?» Услышав их, Великая Трипура Суднари вновь сказала, «Силой собственной йоги вы быстро осуществите творение без промедления», так сказав, «изначальное сотворило девять красных шахтей, дающих в мире аниму и другие совершенства совершенным существам сибьи». То есть вот эти вот восемь мистических совершенств – анима, лагима, гарима, прапти, прахамья и так далее, они там будут перечисляться. Они держащие в руках петлю, лотос, анкуши, украшенные луной в волосах. Их имена – анима, лагима, магима, ищитва, ващитва, прахамья, бухти, ичха, прапти и сарвакама сидьи. Так именуются по порядку девять шахтей, явившимися из богини. Итак, анима – это способность становиться очень маленьким, лагима – это способность становиться очень легким, магима – становиться огромным, ищитва – это способность управлять, повелевать, ващитва – это способность очаровывать, колдовывать, прахамья – обретать все желаемое, бухти – способность наслаждаться, способность к неограниченному наслаждению, ичха – это воля, прапти – это способность обретения, достижения чего угодно, и перемещения куда угодно, и сарвакама сидьи, как господствующее над ними, над сидьхи, правильно означает совершенство, исполнение всех желаний. Так именуются по порядку девять шахтей, явившиеся из богини. Ну и, собственно, в бхупуре, во внешнем квадрате, они находятся на внешней стороне. То есть бхупура, трайлокия-могана, она иначе именуется трайлокия-могана-чакра, трайлокия-могана-чакра, и здесь во внешней линии, вот она, видите, трайлокия-могана-чакра состоит из трех линий. Из трех кругов, получается? Да, из трех кругов. И вся эта трайлокия-могана-чакра, она здесь плохо видно, к сожалению, поменял, вот явно, так сказать, вот этот квадрат, а, я вот сейчас вот стрелкаю, вот эта вот, вот эта область, она красного цвета. Здесь она просто заштрихована. Да, вот эта красная область. Вот, ну и вот в этих трех линиях находится девять ситхи. Девять ситхи во главе со своей предводительницей. Вот, далее идут десять, ну тоже девять, и во главе десятое это божества следующие, о которых говорится так, что их представляет как бы восемь богинь, и они символизируют восемь страстей. Они являются потенциальными разрушителями нашей сангоны. Вот. И они располагаются по левой стороне от входов. Вот, то есть если мы... Вот, каждый из них находится в левой стороне от каждого входа. Вот. Их имена это Брамми. Вот. Собственно, представь... Это вот, они названы по именам шахти вот основных богов. Брамми, Махешвари, Калмари, Варахи, Махендри, Чимунда и Махалакшми. И вот они символизируют Брахми это вожделение, Махешвари это гнев, Калмари это чувство собственности, Вайшнави заблуждение, Варахи гордыня, Махендри ревность, Чимунда честность. Вот. Она живет в местах кремации. Она также символизирует Байрагию от решения, которое должно приносить благо. И Махалакшми в данном случае грех, потому что она доятница золота, богатства и так далее. То есть вот как бы здесь очень интересный момент такой. И в философии и в символизме десяти Махавидий вот как бы самые как бы внешне благостные проявления богини, вот, они наоборот наиболее томасичными считаются. Вот. Поэтому самая томасичная и одновременно самая такая вот красивая и довольная всем это вот Камала, Махалакшми. Далее в этой же в этой же трайлоке Мохана чакре находится мудрый 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 о которых мы тоже говорили это сарва сарва санкаршми сарва вашанкари сарва мадени сарва маханкуша сарва кечери сарва биджа сарва йоги сейчас это на русском языке вот да сарва санкшобинит это все которое все взволновывает сарва ведравенит а который все сжигает плавит расплавляет сарва маханки которые все проявляют сарва маханка все качества все состояния все качества которые в мире проявлены так они поэтому вот собственно внешняя вот эта вот квадрат он именуется кружение трайлокия мола на чатре отолдовывающая очаровывающая смущающая три мира заморачивающая обморачивает махана махана морок вот сейчас мы можем кусочек этого прослушать отрывок из этой вот вначале начинаются вступительные мантры дьяны начинается демзор я тогда походу буду переводить с вашего позволения с листа махана Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, итак... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как пламя огня Субтитры делал DimaTorzok 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 Держащие книгу DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну, потому что, ну, собственно говоря Ну, что, ну, собственно говоря, вот Вот все, здесь пронизано development таким вот Тут она же Канешвы Вот Владычица Каме Привлекает В себе все И превосходит все своя импси Итак, interpreted Chandra Т.е. от Ли Гайытри Эмм... Божество КАКАРАБАТТАРАКА, владычица госпожа слога КА, как раз КАМЫ, ПИТХАСКИТА, пребывающий в ПИТХЕ, под ПИТХЕ имеется в виду священное какое-то место и объект почитания, и в то же самое время ЙОНИ. КАМЕШВАРАНКА НИЛАЯ, то есть обладающая атрибутами КАМЕШВАРА, вот эти вот атрибуты КАМЕШВАРА, вот этот лук и стебли тростника, вот эти пять цветочных стрел, ну и атрибутами вообще как бы теми же самыми, что у КАМЕШВАРА, то есть такая же красота, такая же способность очаровывать и колдовывать, привлекать, там, так далее. СРИ ЛАЛИТА ПАРАБАТТАРИКА ДЕВАТА, божество, ЛАЛИТА, играющая, высшая владычица ПАРАБАТТАРИКА, вот. Ну, ШАКТИ, то есть ЭНЕРГИЯ МАНТРА, основная ее сила мантрическая, это АЙМ БИДЖАМ, а, то есть АЙМ, ее семенной слог, КЛИМ ШАКТИ, вот сила КЛИМ, КЛИМ это КАМЕБИДЖА, БИДЖАКА, бога любви КАМЕ. САОК КИЛАКА, КИЛАКА это, в мантре, как правило, КИЛАКА буквально означает КЛЮЧ, КЛЮЧ, которым, в общем, как бы, открывается ее тайное понимание и тайный символизм. Ну, а поскольку САУГА, это, это ПРАСАДА БИДЖА, которая символизирует, ну, АБСАЛЮТ, ПАРАБРАХАН, ПАРАБАШИБУ, в котором присутствует все. САТ, СА, это означает САТ, то есть БЫТИЕ, СУЩЕЕ. АРУ, это все ТАТВЫ, начиная от земли, заканчивая САДАШИВЫЙ, и ВИТАРГА, конечное, притыхательное, СЛОГ, символизируется вот этими двумя точками вертикальными, это ШИВЫ и ШАХТЫ. То есть буквально в мантре САУГА, поэтому ее могущество такое же, как и у ПРАНАВА, она символизирует абсолютно все, полноту бытия. Поэтому САУГКИЛАКАМ, это ключ для всей мантры. МАМА КАДГА СИДЯРТЕ, САРЛАБИШТА СИДЯРТЕ, ну, КАДГА буквально означает МЕЧ. МЕЧ, с одной стороны, это атрибут КАЛИ, а с другой стороны, это атрибут ИКАЛЫ тоже, ВРЕМЕНИ. Вот этот вот язык, язык, которым КАЛИ облизывается, поскольку КАЛИ это женский род от слова КАЛА, ВРЕМЯ, вот КАЛА часто изображается в виде огромной такой пасти, чудовища, которая поглощает все миры, и говорится, что у этой пасти 365 зубов, сколько дней в году, и 4 страшных КЛЫКА. Вот, эти КЛЫКИ, они символизируют 4 точки солнцестояния годового. Зимнее, летнее, весеннее в равноденствии и осеннее в равноденствии. Мало того, в Пуранах говорится, что тот, кто почитает богиню, вот в одной из Дэй-Багаду Пуран, тот, кто почитает богиню на Наваратре, а также в особые дни, имеется в виду, осеннего, зимнего и летнего солнцестояния, читая ее прославление Дэви Махатми, тот может избежать этих клыков времени, проскользнуть между ними. Они его не перемелят. Ну, и далее, что, значит, вини-йога, применение, это джапа, чтение, ради сарваабхишта сидьярхе, ради обретения всех желаемых совершенств. Ради обретения всего. Муламантриэйна шаданганьясамкурия. Ну, и затем следует выполнять шаданганьясу с муламантры. Смуламантры имеется в виду, вот, в данном случае, мантра Трипуры, вот, который состоит из... Ну, это уже технические детали, вот, которые вот так указаны в различных подхате, и в том числе, как бы, в личных наставлениях, в устных, передаются через гуру. Вот, в разных школах, в разных направлениях, в Шривиде, там есть свои тонкости, но мы вот, как бы, берем принципиальные, принципиальные моменты, принципиальные символические аспекты, вот, и строения шриянтры, и тех божеств, которые в ней расположены. Вот, и далее, вот, девять этих шахтей, и затем эти девять шахтей обратились к богине своей матери, и сказали, скорее дай нам имя, и мы будем творить эти шахтей. Услышав их, великая маа Трипура Сундари сказала, поскольку вы сотворены йогой, вы будете йогини. Вот, и затем Трипура Сундари сказала, поклонившись изначальной владычице Трипуре, то есть, своему, такому, как бы, источнику, о, мать, сотвори для этих шахтей место скорее, чтобы им там пребывать. По ее просьбе, высшая шахтей сотворила удивительное место. Это был квадратный жертвенник в две йоджины в высоту и в двести йоджин в ширину. Вот, как раз Трайлоке Мохана, Трайлоке Мохана чакра, это вот, как раз, вот этот вот самый квадратный жертвенник. Вот, и двести йоджин в ширину, и свободным пространством по четырем направлениям протяженностью в четыре йоджины, с четырьмя оборотами, радующими ум, в двадцать йоджин в ширину и в шесть йоджин в высоту. Следующие квадратные ступени в высоту в две йоджины. Две йоджина это мера длины примерно двенадцать километров. Такое, самое большое. Таково это трехступенчатое основание, окружающее шестнадцатилепестковый лотос. То есть, вот это вот, как раз, и далее следует уже шестнадцатилепестковый лотос. Все это вместе. Вот. То есть, вот эта большая такая Трайлоке Мохана чакра. Ну и, соответственно, она символизирует в созерцательной практике, собственно говоря, вот эту вот муладгару, основание, землю. То есть, ну вот в земле проявлены, ну вот все основные такие вот аспекты. Ну и, соответственно, с этими божествами, вот здесь, как бы, рассматривается их такое, как психологическое соответствие и символизм. Но также они символизируют и определенные элементы. То есть, соответственно, Брахмия это элемент земли, Вайшнави, ну и так далее, и так далее. С этим можно долго. Все эти таблицы, они есть, вот, чтобы, ну, как бы, для экономии времени, потом мы их приведем, издадим, да, более-менее оформим. И все это красиво, можно, так сказать, будет приложить и посмотреть. Вот. Изданы и переведены на русский язык, в общем, все это в наличии имеется, конечно, спрашивайте. Так, значит, вот я еще, что хотел сказать, что, значит, вот, я упомянул, что Гамала Стотера, она описывается в Амакешваритантре, вот, но не только в ней, и вот, как бы, в таком ритуальном контексте существует много писаний, очень авторитетных, на которых все базируется, вообще, пульт Шеребидеус, в ее таком вот ритуальном и воплощенном. Ну, прежде всего, парашурама Кальпа Судра, в котором, вот, как бы, ритуальная часть описана, ну, вот, более-менее досконально, в виде сутра, такой ритуальный... Ритуальная часть описана очень кратко, очень лаконично. Вот, считается, что, ну, вот, как бы, гуру разъяснит. Ну, вот, со временем получалось так, что и в 17 веке, и в 18 веке, и в 19 веке, вот, писались разные вот такие вот трактаты, которые разъясняли, разворачивали этот парашураму Кальпа Судру в виде вот таких руководств, подхати. Ну, и все казалось малым, малым, малым. Вот. Пока, наконец, в 20 веке, вот, Чиданандары и Карпатри Свами, и еще некоторые такие адепт Шеребидеи, они уж прям, ну, совсем вот все разжевали до мельчайших деталей, как нужно там действовать. Вот. Для стороннего человека это все, как бы, жуткий ритуализм, жуткое занудство, кажется, но здесь, как всегда, палка о двух концах. И за этим ритуализмом, во-первых, при внимательном, так сказать, погружении в символику этого ритуала, всех реалий, которые за ними стоят, мы обнаруживаем, что это не пустой ритуал, а он наполнен очень глубоким мистическим содержанием. И вот как раз Чиданандар, он, там, буквально прямым текстом высказал, вот, что конкретно символизирует, и как это вообще соотносится с медитацией на высший брахман, там, на абсолют, как это соотносится с адваной, вот, ведантической, как это соотносится, ну, с другими психологическими аспектами. Вот, поэтому, само вот, просто вот эти вот, да в любой, как бы, такой полноценной, серьезной традиции существует некие, ну, отношение к ритуалу, что есть некий канон, вот. Вот, этот канон задает, ну, первоначальный эталонный образец во всей архитектонике, вот, тут вот, не зря же я так люблю говорить, что ритуал – это богословие в жести. То есть, вот, как бы, в ритуальной части и в символизме выражена, вот, вся полнота, вся полнота, вот, мировоззрения, философии, эстетики и всего остального, всего культа. Вот, ну, и, соответственно, как бы, применяя его в краткой или в полной форме, это уже, как говорится, по силам, но, главное, сначала должно прийти понимание, основ, парадигмальный такой, вот, основ, основ, основ. Вот, и затем, вот, уже, как бы, понимая основы, можно, как бы, запускать какие-то мелочи, видя, как бы, применение ритуала, обряда и символики, ну, во всем, видя ее во всем. Вот, поэтому трайлоки Мохана – это, вот, наше низшее бытие, наше низшее существо, вот, это, значит, наше чувство, это объекты наших чувств и все, что с ними связано, вот, все многообразие их сложных перепятий и взаимоотношений, все находится в этой трайлоки Мохана чакре. Вот, и все, как говорится, просто все богатство отношений, то, что выше его, это уже сфера ума, сфера интеллекта, сфера более тонкая, то, что лежит уже за пределами, там вот, где начинаются вот эти сами треугольники, это уже сфера чистой метафизики. По ту сторону проявленного космоса, вот. Итак, вторая Аварана, вторая Аварана, второе окружение. Итак, значит, в первой у нас присутствует девять, иногда десять, совершенно сидьи, вот, девять или десять боги. Бранми-магешвари-каумари-вайшнави-вараги-магендри-чамунда-магалакшми, вот, и мудры. Дальше, следующее, сарва-щапа, 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 сарва-щапа-ри-пурака-чакра. Вот, это вот, вот эти вот шестнадцать лепестков. Вот, вот они показывают, эти шестнадцать лепестков. И вот, гуру-джи, гуру Амритананда-сарасвати описывает их следующим образом. Здесь находятся шестнадцать сил очарования. То есть, сарва-щапа, сарва-щапа-ри-пурака, буквально, которая исполняет или наполняет все надежды. И аша, это одновременно надежда, упование и обитель, ну, куда наши мысли устремляются. Вот, здесь находятся шестнадцать сил очарования, которые также ассоциируются с нитья деватами, шестнадцатыми фазами луны. Вот, и надо не забывать, что сама шри-чакра, это тело богини. Вот, и вот тут шестнадцать, вот этот шестнадцатилепестковый лотос, это ее талия. А вот трайлокия-могана-чакра, это ее муладгара. Как бы ее опора, на чем она сидит. Вот. Итак, здесь находятся шестнадцать сил очарования, шестнадцать фаз луны. И имена их следующие. Кама-акаршени, будья-акаршени, агаман-каршени. Видите, как это, говорящие имена. Это вот не богини из Пуран, это вот живые силы. Понимаете, живые силы, с которыми мы взаимодействуем. Кама-акаршени, это сила вожделения, привлекающая каму, управляющая камой желанием. Будья-акаршени, привлекающая разум, разум, интеллект. Агаман-каршени, привлекающая управляющие силы эго. Агаман-каршени. И дальше шабда, вот даже просто по названиям. Шабда-акаршени, спорща-акаршени, рупа-акаршени. Вот заметьте, мы вот смотрели до этого. До этого вот формы, такие скульптурные. Они вот там символически изображаются. Там эго-ханкара, там на вот шахте с зеркалом. Вот, смотрится, смотрит на себя и зеркало, и гордость. Одинаково звучит, дар пора. Гордость. Я на себя смотрю. Я, в общем, всегда как бы, ага, а как я выгляжу со стороны, да, так сказать. И любое действие в состоянии гордости, это всегда, вот, чтобы меня заметили. Чтобы меня заметили, чтобы меня оценили. Рупа-акаршени, сила формы. Раса-акаршени, то есть, вкуса. Ган-да-акаршени, сила запаха. Чита-акаршени, сила ума. Дхари-акаршени, то есть, мужество, устойчивость. Смрите-акаршени, сила памяти. Нам-акаршени, сила имени. Биджи Акаршини, сила семени, Атма Акаршини, сила своего Атмана, сила сущности своей, души. Амрит Акаршини, сила Амриты, бессмертия, нектара. Шарир Акаршини, сила тела, совокупности. И вот они так тут и призываются в самой Кадгама и Стотере, они просто называются в дателе, в звательном падеже. Кама Акаршини, Буддья Акаршини, Аганкар Акаршини, Шавда Акаршини, Спарша Акаршини, Рупа Акаршини. Это просто для человека, который, скажем так, посторонний, для него это просто перечисление имен, которые ничего не обозначают. Для человека, который посвящается в это, ему говорится, где они расположены, что они означают, что они символизируют. Он должен медитировать, и как они выглядят. Как такие бывают. Рупа Акаршини, Раса Акаршини, Ганда Акаршини, Чита Акаршини, Дхари Акаршини, Смритня Акаршини, Нама Акаршини, Бидья Акаршини, Атма Акаршини, Амрита Акаршини, Шарир Акаршини. Ну, как бы ее господствующее божество Сарва-Шапа-Парипура-Качакра-Свамини-Губ-Та-Йогини. Как бы ее предварительствующее божество. Ну и далее у нас следует третья Аварана, которая находится, вот она, вот в восьмилепесковом лотосе. Давайте, наверное, мы сейчас вот этот вот кусочек и прослушаем. Саня. Сюда же сколько следует длинные дьяны вообще все, Крит-Тай-Пуру-Суни-Дари. Давайте мы вот первые две прослушаем. Вот так сначала идет внутренняя пуджа. Сначала погнуть внутренняя пуджа. Пуш-пам-бри-гай-Тай-Ми. Им-ва-Ижа-Тлат-Ни-Матюм-бри-гай-Тай-Ми. Кром-пель-да-Страт-Ни. Ана-Бига-Матюм-бри-гай-Тай-Ми. Уже... Уже... Эхей-то не надо, что Лам это земля. Я вам это вижу, что я подношу к Высшему Божеству, Лалитамбе, землю, сущность земли, сущность воды, сущность воды, а там мантрам джапе, ядха шахте. Это божества Шатанганиясы. Они в центре находятся. Это центральная. Только нити. Нити Шахти, которые находятся в центре, окружаются в центральный треугольник. А потом как бы из центра возвращаются на периферий. Начинается с центра. Вот. Вот они ведут сначала сидги. Так расположены. Субтитры делал DimaTorzok Тюнинская линия. Субтитры делал DimaTorzok Тюнинская линия. Тюнинская линия. Тюнинская линия. Субтитры делал DimaTorzok Тюнинская линия. Тюнинская линия. Вот шестнадцать. Буха. Тюнинская линия. Вот, значит, следующее у нас, следующее аварана, восьмиугольное, ой, восьмилепестковый лотос, вот. Дзяла Кусюма Аварна. Опять-таки, в скобках тут помечено, какого цвета. Дзяла Кусюма, ну, такого цвета, цветов дзяла, он красный, красный такой, розовый, розовый. Вот, китайская роза. Третья аварана, и вот здесь вот, Ананга Кусюма, Ананга Мекхала, Ананга Мадана, Ананга Матура, Ананга Рекха, Ананга Вегень. Ананга, ну, Ананга, это имя бога любви Камы, буквально означает «бестелесный». Бестелесный намек на то, что его тело было сожжено пламенем, зашедшим из третьего глаза Шивы, таким образом. Здесь очень глубокий такой, и мистический, югический символизм. Потому что Кама, он стреляет из своего вот этого лука пятью цветочными стрелами. Эти три стрелы, эти пять цветочных стрел попадают в пять органов чувств. И охватывают тут желание, у чувств появляется желание и стремление, вот эта вот рага возникает, рага стремления и притяжение к объектам. Момент такой очень интересный, что органы чувств, они не могут не наслаждаться, не могут не быть соприкасаемыми с объектами чувств. Если мы искусственно их как-то так извлекаем, отстраняем путем пратиохары, как рекомендовано в практике вот такой ортодоксальной йоги, дуалистической, ну, к чему это приводит? Ум, шестое чувство, начинает проецировать эти самые чувства. В простанстве нашего собственного осознавания. Поэтому глаз, который ничего не видит, поскольку он закрыт веками, ум начинает производить внутреннего органа чувств. Дришки, танматры, образы, сны, галлюцинации и просто цветовые тесны, чтобы глазу было что наблюдать, что совершать, что смотреть. Да, он просто не может не смотреть. Ну и так далее. То есть, любое чувство, которое мы не взяли, если искусственно его отвлечь от... И как раз то, что Шивы своим огнем третьего глаза, а третий глаз, кстати сказать, вот часто третий глаз в обыденной, ну и в санскрите, и в хинде часто именуется термином тройнетра, третий глаз, третий око, именуется вообще понятие интуиции. То есть, некая такая вот третья точка зрения, которая, ну, схватывает любой предмет целиком. То есть, даже вот безо всякой какой-то мистической коносации, просто интуиция. Почувствовал, увидел третий глаз. Увидел третий глаз, то есть, вот, интуитивно что-то увидел, осознал, почувствовал. То, что камус сжигается, вот, как раз это символизирует вот это вот иссушение чувств, протеохары. Добиться этого невозможно. Поэтому, вот, тантрический метод, тантрический метод, как бы, отречения, вообще, от объектов, это йога джнямарга. То есть, говорится, что чувства – это боги. Вот, и поэтому, так они и понимаются, вот, во всей такой уранической космологии, истории, легендах, там, где принимают участие какие-то боги с индрой во голове. А индра – это ум. Вот, ну, надо понимать это вот именно так, символически, что это у чувства, вот, чувства принимают участие в каких-то событиях. С индрой во главе. И это восходит еще к очень-очень-очень древним, еще ведическим текстам, Упанишадам, например. Вот, Кенал-Упанишад, там такая история, которая, кстати, в Трипур-Рахасе повторяется. В Кенал-Упанишад она дается более кратко, а в Трипур-Рахасе более развернута, с подробностями. А история такова, что, опять-таки, на северо-востоке, в дыму и в молнии явилась некий, вот, в Трипур-Рахасе прекрасная богиня, прекрасная женщина. А в Кенал-Упанишад, говорится, некий дух явился, некий якша, вот, такой неопределенной формы. Но понятно, что могущественный, он какой-то, в общем, понятный. И боги решили его испытать, как-то узнать, и послали сначала, пришел Ваю, там, Ветер, там, Агни пришел. И якшему задавал один тот же вопрос, кто ты, откуда ты пожаловал, там, и так далее. Вот, и каждый из богов говорил, я вот такой тут, я Агнин, я, там, я Ветер Матаишван, вот, я могу сдуть вообще, вот, как бы развеять вправь все, что угодно. И тогда якшу говорю, ну, давай, вот, сдвинь эту травинку, вот, с места. И как не налетал ветер на эту травинку, не мог ее сдуть. Вот, ну, там, потом Агни пришел, и такое же задание было. Говорит, я могу, я Агни, там, я могу, я уста богов, говорил он, там, я пожираю вообще все, и в конце мира огнем я сжигаю все тоже. Я самое главное божество, и могу испепелить все в мире. Он говорит, сожги эту травинку, вот, говорил и дух из Упанишад, и говорила богиня. Вот, пока Индра не появился, вот, как главный, главный среди богов ум, который символизирует. Вот, и тот же самый вопрос. Я, я, царь богов Индра, отвечает Индра. Он говорит, я правлю всем. Ну, и Упанишад этот момент опущен, а в Трикура Акасии здесь даже хорошо сказано, что... Ну, раз ты, царь богов, вот, таить со мной, вот, говорит, богиня, и Индра бросается на нее со всем оружием. Ну, а богиня, просто взглянув на него, просто парализовала. И Индра замер и не мог двинуться с места. Вот стоял, как скопанный, как скульптура, и... И боги, как говорят, ходили вокруг него и не удоумевали вообще, что это такое. Ну, стали молиться богине, чтобы она как бы освободила Индру, чтобы больше так не будет себя вести. А в Упанишаду, в Кену Упанишаде, собственно говоря, Индра понимает, просто догадывается, интуитивно догадывается, что перед ним некая сила, которая сильнее его, отступает. И тогда Якша исчезает, и предстает Ума, дочь Хималанта, то есть вообще богиня, и дает ему знание Брахмавидии, то есть знание об Абсолюте, о парабрахмане. И говорится так, что Индр потому и превосходит всех богов, что он первый получил среди богов знание Брахмавидии, знание о Брахмане, об Абсолюте. Ну и здесь вот как бы аспекты, вот рассматриваются аспекты и проявления вот этого самого Камы, вот Ананги. Вот, кстати сказать, слово имя Ананга, еще помимо вот такого значения бестелесный, он еще вот как бы имеет такие вот тонильские коннотации и созвучия. В тонильском языке, в тонильской такой демонологии, есть такое понятие как Анангу, то есть некая такая безличная сила одержимости, причем женской природы, которая может вселяться в животных, в людей, в богов. И вот одновременно она и сила сексуальная, и сила такого порыва, такого героического, ну вот когда вселяется, все начинает крушить себя. Человек такой берсерком таким становится. Вот если сила берсерка, она все-таки такая яростная, огненная, то это вот такой женский огонь такой, вот. Ярость такая женская, вот, которая тоже все начинает крушить или наоборот привлекать к себе, ну в общем проявляет в себе это нет силы, такая женская сила. Вот, и как раз, вот, Ананга Кусюма, ну тут вот переводчик переводит Анангу как безграничность, беспредельность, ну на самом деле бестелесность. То есть Ананга Кусюма, я тут уже сам буду переводить, то есть это цветок Ананги, вот, цветок его цветочного лука, цветочных стрел, их пять, у каждой, каждой стрела она там символически изображается определенным цветком, там, вот, там Ашока, там Жасмин, еще вот некоторые такие вот цветы, мантра у каждой стрелы есть соответствующая. Вот, то есть там вот в культе Шривидии очень много, что замешано в символизме вот Кама Девы, вот, равно как и в культе Кришны то же самое. И без знания этого, ну, то есть науки Кама Шастры, Ананга Ранга, кстати сказать, название одного из, одного из трактатов по искусству любви Кама Шастры так и называется, Ананга Ранга, буквально сцена Ананги. Сцена для самовыражения бога любви, вот, ну, Ананга Мекхала, то есть безграничность, обхвата, то есть вот Мекхала буквально означает пояс, то есть пояс Ананги, вот, перепоясаться любовью, называется, пояс любви. Ананга Мадана, ну, буквально опьяненность Анангой, вот, Ананга Маданапура, как раз, наслаждение. Полнота, наполненность, опьяненность Анангой, вот, затем Ананга Рекха, вот, Рекха это буквально и линии, и стрелы, линии, и меры, и так далее. А другое значение Ананга Рекха это царапины, которые получают любовники во время своей, вот, любовной игры. В Камо Шастерах, как описываются эти различные узоры, которые влюбленная пара оставляет на своих телах, там, вот, и вот это вот называется, у них там целая колочификация, там, существует, и так далее. Как раз, ну, в общем, Ананга Рекха это царапины на теле, вот, которые, вот, любовники друг к другу в страсти наносят. Вот, да, Ананга Вегини, ну, безгранности, ну, сила влечения, вот, такого, устремленности. Вега это скорость, страсть, ну, много значений. Ну, вега, вега, вегаван это один из эпитетов ветра, то есть такой быстрый, скорый, вот, стремительный, порывистый, порыв, порыв, да, порыв, вот, ананги, порыв Камадева. Вот, ну, и еще два имени, Ананга Анкуша, то есть, опять-таки, стрекала или стимул этой ананги, такой, ковырялка такая, которая возбуждает. То есть, на самом деле, вот, как бы я уже говорил, что погонщик слонов, он использует, использует вот эту вот стрекала, чтобы управлять слоном, он же тычет ему вот в этот загривок, а это у него, вообще-то, эротическая, эрогенная зонта. В общем, с одной стороны, как бы, ну, в общем, когда в нее железной палкой крюков тычут, неприятно, скажем так, а вообще-то у него это очень чувствительное место, одновременно эрогенная зона и одновременно, вот, такая очень чувствительная. И, в общем, и вот этот Анкуша, то есть, Камадева знает, куда ткнуть, в какую эрогенную зону в человека, вот, не только на теле, но и, как бы, в его глубинном таком, чтобы в нем это чувство проснулось, да. Вот, и Ананга маленьее, вот, маленьее, да и гирлянда, облаченная в гирлянду, ну, как бы в таком контексте, это вообще просто, как бы, аргеистическое что-то, то есть, когда много-много, вот, потому что, как говорится, этим занимаются все, и на каждом углу, и под каждым листочком и кусточком, понимаете. И Ананга, он всем этим господствует, вот, как бы весь мир погружен, вот, в любовное наслаждение, в любовное саитие, вот, непрерывно, вот, размножаются все, ну, вот, вот это вот образ такой, вот, и Ананга, бог любви, над всем этим господствует. А над ними, вот, значит, она, а она, богиня Трипура Сундари, она именуется Камешвари, владыка Камы, вот, она господствует им над Анангой. Так вот, возвращаясь к теме чувств, в своем комментарии на Багавадгиту, Ачария Абьинава Гупта, он такой-то, и, и, такую фундаментальную установку проводит. Он говорит, что чувства – это боги, а богам нужно совершать жертвоприношение. Вот, и чувства надо удовлетворять тем, что, так сказать, пусть они соединяются со своими объектами, ну, и пусть они соединяются, вот, только должно это быть в соответствии с Дхармой. Вот, как Кришна говорит в Багавадгите, Дхарма Абиру Дхабуты Шоу Камо Сми Бхаратай Сабхар. Вот, то есть, я есть, вот, то Камо, то чувство желания, то чувство, там, как бы, то, вот эта сила, которая притягивает противоположное начало, любое чувственное наслаждение, не противоречащее Дхарме. Вот, поэтому, если мы рассматриваем наслаждение чувств, как, понимая глубинную сущность, собственно говоря, самого этого процесса, тогда они нас не затрагивают, по большому счету. Вот, гуна гунещу вартата. Гуны вращаются в гунах, чувства обращаются к своим объектам, а мы являемся в данном случае просто наблюдателями. Вот, происходит вот это вот жертвоприношение, вот, а, как говорится, субъект его, этого самого жертвоприношения, жертвователи и главный жрец Атман, вот, он не задействован, он просто наблюдает. Как в любом процессе жертвоприношения есть такая, как бы, должность жреческая, брахман, который не произносит никаких, ни мантр, не совершает никаких манипуляций, он только сидит и наблюдает. Вот, молча. Вот, и время от времени иногда он там, вот этим жрецам просто, вот опять-таки, да, то есть момент такой, он этими жрецами, он как дирижер, он делает определенные жесты руками и показывает, когда вступать одному, когда заканчивать другому, что подносить. Вот, либо он там определенными тоже жестами говорит, повыше надо тон делать, вот, когда произносишь вот эту, утгитху, вот это произношение, или наоборот, пониже. То есть он, он именно как дирижер. Дирижер управляет всеми жрецами, которые вот весь процесс жертвоприношения вокруг вот этого огня совершают. Вот. Молча дирижер. Вот. Следующий у нас, ну давайте послушаем, как она звучит. Значит, это у нас, да, анангакуси. Вот, в общем, как вот следующее, это уже четвертое, а варма четвертое. Это, ну, 14 здесь треугольников. Уже все, уже как бы мы прошли за пределами, в общем, мира проявления. Вот, и здесь уже в область вступили, то, что называем, прошли область ащудхататв, нечистых татв, в которых, ну, имеется всегда вот это вот состояние субъекта и объекта разделенности. И между ними вот эта вот волна Камы. Вот. Это вот вега. Сила притяжения между субъектом и объектом, внутренним и внешним. Следующее, это уже сфера Майи. Вот. И где между субъектом и объектом уже не такая уж четкая развлеченность. Они как-то плавно перетекают один в другого. Вот. Плавно перетекают, ну, как мерцающие такие вот, мерцающие тождества, скажем так. По одно, по другое. Ну, как вот, как в песочных часах. Вот. Одна единая субстанция в виде песка или воды перетекает внутри одной колбы. Вот. И вроде бы казалось бы, что колба разделена вот этим вот, каким-то тонкой перемычкой. Вот я просто такой образ использую, что вот эта вот тонкая перемычка, которая разделяет вот вверх от низа и, там, скажем, внутренне от внешнего, субъективной от субъективного. Это вот энергии называется кола, делимость, мера. И таких кола существует много-много-много. Но так или иначе, это происходит внутри одной реальности. Внутри реальности абсолютного сознания, в котором возникают вот такие вот перемычки. И в котором это сознание, проходя через них, начинает разделяться. То есть на внешнее и внутреннее, на субъект и объект, на поле и варну, на цвет и очертание предмета. Ну и так далее. На слово и смысл. Слово и смысл. Об этом вот, о слове и смысле, первое же шлока в Акепадии, такого центрального трактата по философии языка, предписываемое мудрецу Бартрихари, гласит. Воистину, безграничное вместилище всего, это шабда-брахман, брахман-слово. Шабда-рамма, анадимид, анадрамма, шабда-татвам, сущность брахман, шабда-татвам, яд-акшарам, который есть Акшара, не гибнущий, неуничтожимое слово. А также слов Акшара, неуничтожимое, обозначается слов Ом и вообще фонемы. В фонеме, в смысле, звуки. Акшарам, вивартаты артхабхавена. Он разворачивается, он проявляется, он действует, артхабхавена, через сущность смысла. Слово и смысл. Прокрия джяга ту я тага, из которого происходит активность и деятельность Вселенной. Прокрия джяга ту я тага. Итак, следующее, четвертая варана, четвертая, это вот 14 у нас здесь. И о ней сказано следующее. Четвертое вложение. Сарва-субхадья-дайка, чакра. Чакра, дарующая все благое. Их имена. Сарва-субхадья-дайка, и так далее. Чакра-свамини сампродая югини. Так, сейчас вот мы как раз к четвертой аваране приступим. Ну, вот здесь вот все подробно расписано, в каких они направлениях. Так что я говорю, вот это все, все имеет место быть. И в том числе и на русском языке. Вот. Ну, вот как раз вот интересно, что в этой чакре движение осуществляется против часовой стрелки. До сих пор там шло вот как движение по часовой, то здесь против часовой стрелки. Потому что мы перешли границу. Мы вошли в область уже совершенно иной. Путь левой руки. Абсолютно во внутреннее. Мы прошли границу Ашудга-татвы. Ашудга-татв, нечистых татв. Вошли в область чисто нечистых татв. И о них Ачарья Амритананда говорит, что это за пределами муладхара чакры. И вот, ну, он имеет в виду подмуладхара чакры, вообще как проявленный мир, как таково. Вот. Сарва-санкшобьяни, все возбуждающее. Сарва-ведравьяни, все превращающее в жидкость, плавящее, все расплавляющее. Сарва-каршини, все привлекающее. Сарва-агладини, все услаждающее. Вот. Ну, здесь очень важный момент, что, на самом деле, это не какие-то там отдельные богини, или там какие-то ведьмы-йогини там, или еще что-то. Это вот она сама. Это одна Трипура Сундари, или богиня Трипура, вот во всех ее обликах она предстает. Она едина, одна. Во множестве. Вот. Это все ее, как бы, маски такие, образы. Вот. Поэтому, когда встречаясь с любым опытом и составим, говорит, этот опыт, это опыт богини. Этот опыт, это опыт. Вот она, и этот опыт, он имеет какие-то свои конкретные очертания, какие-то свои, скажем, качества, свои свойства и так далее, и так далее. Ну, точно так же, как у актера, который в одной, как бы, ипостаси изображает Ханумана, а в другой, один и тот же актер, да, может, даже переодеваться там может. А в другой там еще какой-нибудь, еще кого-нибудь в другой пьесе, или даже в другом действии разных персонажей. Он меняет грим, меняет, меняет костюм, меняет голос. И, соответственно, если он умеет перевоплощаться, мы его даже не узнаем. Не узнаем, и только Бахта, и только Бахта, когда, условно говоря, приходит папа, переодетый Дедом Морозом к ребенку, и Снегурочкой, да, и он узнает своих родителей. Да, вот точно так же, а к чужому ребенку, да, если он не знает этого самого тяги, вот, то тогда ребенок никогда не, к чужому ребенку никогда не узнает. Вот, вот здесь точно так же, Бахта, он под любой маской, под любой личиной, под любым образом узнает Бахту свою маму. Вот это вот такой Бахтический, поэтому, собственно, вот это вот Кадгамала Стотра, она одновременно, несмотря на то, что это действительно такой инициативный, эвокативный формула, вот, она одновременно может использоваться как, вот, вот просто обращение, вот, вот ты такая-такая, с такой санкальпой, как, вот, с настроением Бахти, преданности, вот, ну, и, соответственно, медитация, пускай там Бахта, он даже, может, и не знает, по большому-то счету, как это Шри Янтра устроен, но он понимает, что это, вот, священный облик ее, вот, что это ее священный символ в богине, ну, это он просто в нее, как бы, в сторону, вот, это вот, как перед иконой, там, да, вот, вот, он говорит, и такая-такая, проявится, такое-то намерение. Так, итак, трипуровый, да, вот, старого Вашанкари мудрой ее, вот, ну, то есть это, вот, здесь, в данном случае, это вот, Вашанкари сила управления, сила власти надо всем. Итак, следующая, Аваруна, пятая, вот, так, сейчас она Деви Каджамали, пятая Варуна, вот она, Сарвардха Садака Чакра, то есть чакра, дарующая, ну, все богатства, а также вот Сарвардха Садака, значит, предназначенная, предназначенная для всех целей, вот, для всех удовлетворения всех потребностей, да, всех целей. И в ней у нас тут десять их, десять, десять, то есть такой вот символ, проявления богини тотальности, тотальности, Сарва Сидьи Прада, Сарва Сампат Прада, Сарва Приянкари, Сарва Мангалакарини, Сарва Кама Прада, Сарва Духхавимочени, Сарва Мртю Прощамани, Сарва Виднани Варни, Сарва Анга Сундари, Сарва Собхак Гедарини. Десять, десять проявлений, Сарва Сидьи Прадея. Вот давайте мы сейчас вот эти вот четвертую и пятую авару, сейчас вот прослушаем, как она звучит, и как она выглядит в следующем. Значит, четвертая, да. Четвертая. Чем мы создадим��, Субтитры делал DimaTorzok 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 Дети поступают так же Вот как программа То есть надо вот как раз Вот эти вот Уже в очень тонких сферах Вот этой самой Мерцающей тождественности Чисто и нечистых таз происходит И при Медитации на эти состояния Происходит вот Проработка и избавление Вот от этих самых программ Вот Которые очень глубоко засели Уже здесь как бы Чисто как говорится Техниками югическими Так не избавишься Вот То есть как бы Какими-то дыхательными упражнениями И так далее Это гораздо более глубинные Глубинные пласты Глубинные пласты осознавания Которые вот так вот Скажем так Банальной Вот такой Психофизикой Затронуть очень сложно Практически невозможно Здесь вступают другие механизмы Поэтому Собственно говоря Эти движения внутри этой чакры Осуществляются Против часовой стрелки Здесь мы уже вступаем В область Такой Атипический Здесь вот Религия уже чистого опыта Здесь Вот как раз Мы здесь блуждаем Что называется В каком-то смысле На ощупь И В интуициях Очень тонких Очень Сложных И в каком-то смысле Опасных Потому что здесь уже Скажем так Здесь Мы сталкиваемся с такими С такими силами И такими энергиями Которые Действовали в нас Еще до нашего рождения До нашего рождения Прошлых наших жизней Прошлых кармах Это все тянется Мы должны это То есть Все В асаны Да И как раз Вот этот момент Обращения Про часовой стрелки Назад Назад Одновременно Внутрь себя И в обратное То есть Такое Оборачивание Это глубинное Значение Вот этого Всего То есть Как бы Увидеть И переделать Как будто Да Да То есть Справить ошибки Да Да Вот Ну На психологическом Опыте Это именно так Примерно Происходит Вот Ну Соответственно В Таком В мистическом Вот В ритуальном Там Это все немножко По другому Ну Вот Как бы Один Потому что Опять-таки Каждая Каждая Аварана Каждае Божество Девата Щичакра Оно имеет Несколько Уровней И прочтения И понимания И проявления В этом мире Вот Ну Собственно Говорят Центральный Треугольник Он Самый высокий Чистый дух Чистое сознание Тем не менее Он проявлен Во всем Вот Сквозит Сквозь Все Ну и точно так же Она Будучи Будучи Богиней Она так и называется Трипура Или там Трипура Сунда И прекрасная В трех мирах Охватывает Три мира Три тела Три уровня Бытия Прошлое Настоящее И будущее Вот Три гуны Все эти Триады А так же Шахти Шиву И Дживу Вот Ну то есть Что мы не возьмем Везде Она во всем И повсюду Вот Ну и Ее частные Проявления Они тоже Повсюду И везде Разлиты Так или иначе Так вот Это Пятая Сарва Сидни Правда Так Шестая Шестая Аварана Шестая Аварана Вот Сарваракша Чакра Сарваракша Чакра То есть Сарваракша Буквально Защищающая Все Ну Вот Это Уже Сфера Вот Если Мы прошли Эта Сфера Была Махаммайи То Это Сфера Шудга Видии Чистого Знания Чистой Видии Вот Это Уже Опыт Который Нам Приоткрывает Как бы Прямой Путь Уже К постижению Своей Глубинной Сущности Вот Поэтому И Опыт Брама Видии Знания Брахманы И вот Что В Трипур Рахаси Что В Кену Панишат Вот Богиня Вот Это Уже В таком Благостном Своем Аспекте Откровения Нам Является Ума Дочь Хималан Там Она Названа В Кену Панишат Которая Вот Дает Индре Уму Понимание Знания Брама Видия И Ум В нем Проявляется Вот Это Санскара Вот Это Намерение Познание Как Своего Себя И С самого Своего Источника Обращение Вот Ну И они Тут Именуются Сарва Джня Сарва Чакта Сарва Айшвар Прадайни Сарва Джня Намай Опять-таки Говорящие Имена У каждой Из этой Формы Существуют Там Свои Одновременно Вот они Все эти места Где они Расположены Потом Сейчас Посмотрим Так Значит Сарва Джня Это Всезнающие Сарва Чакта Всемогущая Наделенная Всей силой Сарва Ищвар Прадайни Даруют Все божественные Айшвария То есть Всю власть Дающую Все силы Все возможности Все способности Сарва Джня Намай Та Которая Наполнена Всем Знанием Сарвядгивинашни Уничтожающие Все болезни Джарамарана Вядгхи Вот говорится Что В сансаре Такие основные Это Джанмамарана Вядгхи Вядгхи Болезни Старости Болезни Да Старости Болезни Рождение Смерть Старости Болезни Вот Сарвадгара Сварупа Сарва Которая Все поддерживает Вот Сарвапапахара Уничтожающий Все зло Весь грех Сарвананда Майи То есть Наполненная Всем блаженством Сарваракша Сварупини Сущность Всего Как бы Воплощает Защиту Ну Как бы Всего Защищает Собой Все Сварвапапрадак Который Исполняет Все желания Уделяет Плодами Всего Желанного Вот И Вот Эта Мантра Учит И как Дальше Вот Она 10 И все это согрем И все это согнем Ну Ну В Придущей В этой Здесь Все по Десятку это все число огня. Вот, значит, седьмая варана, вот, вашини, камешвири, модини, вимала, аруна, джайни, сарвейшвири. Вот в такой, в... в... ну, как бы, в такой пуранической конографии, это вот ее подруги. Подруги, которые в ближайший круг ее там окружения входят. Восемь. Заметьте, что вот как раз число. Восемь главных гопи. Саки. То есть, ближайший круг окружающий божественную пару. Ну, на самом деле, там очень много в... если уж так вот аппликация, что в кришнаицкой мистике, там же тоже своя, как бы, чакра есть и целая система. И она, в общем, сопрягается с... с мистикой и образами. Вот там культ Камы тоже имеет место быть. В общем, и с шри-чакрой, и ее образами. Ну, ващини, управляющая, Камешвари, владычица Камы, Морини, наслаждающая, или наслаждающаяся, Вимала, чистая, Аруна, красная, Алэ, Дяйни, порождающая, Сарвейшвей, ну, даже сами тоже имена, что это уже проявление богини ее из ближайшего круга. И Каулини. Каулини, Ну, это такое очень сложное. Относящиеся к Куле. То есть, в семье, да. Куля, это очень сложное понятие в тантре. Термином Кула, семья, обозначается весь мир и все его обитатели. Вот. Соответственно, адепт, осознавший свое единство сам миром, его обитателем, богом, его, в шахте его, ну, он как бы становится, ну, он становится Каулой. Принадлежащим Кулой. И другое значение Кауля, это, значит, почитатель Кали. Адепт культа Кали. И путем Кулы, Кула, Кула-Ачара, путь Кулы, помимо, собственно говоря, тантры, именуется также, путем Кулы, именуется путь кундалини, от Муладхары до Сагасрары, и выше, и выше. За пределами вот этих 25 таттв проявленного мира находятся еще 9. 9 таттв, упирающихся в шивую шахте. И вот эти вот как раз 9 таттв, вот этих промежуточных, чисто нечистых, и чистых в том числе, они символизируются вот этой 9-слоговой наватма-мантры, которую адепт размещает из себя вот здесь, призывая милость к гуру. Ну и, собственно говоря, тело и гуру, он как раз вот именно так, он как вот именно вот эта вот самая прозрачная среда, которая в виде благодати, шахти, махакундали, великой кундалини, входит в осознавание в тело, ум и сознание и все существо адепта, ученика. И одновременно еще представляет собой, ну вот, ну как бы такую живую икону ну, ардонаришва, шивую шахти, так, андрогинное существо. Поэтому гуру призывается всегда вместе со своей шахтой. такой-то ананда-натха и такая амба. Такая-то мать, да. Вашени камешвари, модини, вимале, аруни. Вот они уже центральные. А еще хочу сказать, что сам Шива в таком случае, если Кула это шахте вообще, то Шива, как апофатически, называется А-кула, тот, который вне Кулы находится. А-каулини, принадлежащая Куле. Ну, дальше, вот, собственно говоря, уже в центральном треугольнике, здесь, ну, здесь уже мы подобрались, ну, совсем уже, собственно говоря, к центральному образу, центральному лику, поэтому здесь почитаются орунии, оружие, которое держит. Вот. И эти оружия, которые держит богиня, они вот уже персонифицируются, поэтому она одновременно и банини, то есть держащая лук, и чапини, и держащие стрелы, и пащини, держащие арканц, петлю, и маха камешвы, а анкушини, держащие анкушу, стрекало, стимул. Ну, это вот все в центральном треугольнике. И затем маха камешвыри, маха ваджрешвыри, маха бхагамалини. Камешвыри владычица камы, ваджрешвыри, великая владычица ваджры, ну, под ваджрой подразумевается еще, как бы, оружие индры, такой громовик, а также вот лингом, фалос, да, поэтому. И маха бхагамалини, облаченные в гирлянду из бхаги. Бхага это, собственно, йони, одно из, одно из, одно из названий йони, то есть, у них гирлянда из йони. Цветок, вот эти вот образы. А также бхагой первоначально называлось, еще этот сам термин бхага, буквально означает доля, часть чего-то, да, вот, и термином бхага обозначается разновидность ритуальной чаши, вот, круглой, ну, как пиалом так выглядит. Это она использовалась, делалась из глины, и в нее, вот, как бы, для каждого божества расставлялась по разным сторонам алтаря, ну, вот, как бы, доля. Вот, при ней там, ну, рис там в основном. И, вот, как бы, бхага, вот, вот эта бхага, это доля для такого-то божества, это такого-то божества. И вот тот, кто наделен бхагой, вот, Вот тот, кто наделен вот этой долей в жертвоприношении, как полноценное существо, которое принимает участие во вселенском делании, он именуется Бхагабам. Тот, кто наделен Бхагой. А эта Бхага, это вот чаша, ну и собственно символ вот этой йони. Круглое такое, круглое и вогнутое. Вот, Махабхага, то есть облаченное в зирлянду из длика. Вот так, давайте. Вот. Ну и высшее, последнее. В центральном треугольнике бинду. Точка. Шри-шри-магабхат-тарики-сарвананда-мая-чакра-свамини-парапарагасся-йони. Вот. То есть йо, повременно облик и это вот три глаза и точка между этими двумя глазами. Великий лик Бхаги. А вот, сокрыт. Центральный. Надо бинду. Парапарагасся-йогин. Парапарагасся-йогин. Трипури. Трипуреичи. Трипурасундари. Вот тут здесь, да, что-то к ней обращаются под различными эпитетами. Трипура, Трипуреичи, Трипурасундари, Трипура Васини, Трипура Ищри, Трипура Малини, Трипура Сидея, Трипура Амба, Мага Трипура Сундари. Ну, это вот все ее различные имена. Ну, есть и аспекты. Так или иначе, она одна. Центральное божество, прекрасное, в трех мирах. Шестнадцатилетняя такая богиня, в полном расцвете сил. В полном расцвете своей красоты, молодости, в общем. Девять имен или больше? Сейчас скажу, сейчас скажу, чтобы не соврать. Да, там должно быть поединение. Либо девять, либо шестнадцать. Кратное такое. Ну, кстати сказать, вот здесь, в этом тексте, который называется «Тайна Шри Чакры» в английском издании. Ну, дальше тут приводятся, как бы, вот такие вот тоже таблицы в соответствии всех аспектов вот всех этих богинь со всеми вот формами мира проявления. Вот, начиная, во-первых, с элементами мантры, вот здесь вот, далее, да, вот здесь опять мантра. Так, вот это вот мантрыческие ее соответствия. А, нет... М-м-м... Нет, это вот другой немножко хочу показать. Так, вот туда... Так, смотри, смотри, что... О-о-от... Вот, соответствие с накшатрами, основными, так сказать, созвездиями. Накшатры, они немножко отличаются от зодиака привычного, но там более сложные системы. 34 накшатры. Вот накшатры. Затем идут соответствия, даже тут в нескольких вариантах, основных Кирала, на традиции, как в Кирале принято, и в других местах. Значит, тут здесь соответствие с гласными санскритского алфавита, где они расположены. В 16 лепешком, в лотосе. Вот эти нити шахти, как они соотносятся с буквами санскритского алфавита, гласными. Видите, как бы, опять-таки, у каждой буквы есть свое имя соответствующее. То есть, А, это Амрита, долгое А, Акашани, Индрани, Ищани, Ума, Урглакеще, то есть, Ридьеда, Рикара и так далее, и так далее. Есть другие, конечно, классификации, другие названия. Вот, дальше. Ага, вот они тут соответствуют. Дальше вот такие, например, соответствия. Вот, уже соответствуют со всем алфавитом. То есть, вся матрика как расположена. Вот все. Вот так даю, как бы, общее представить. И представить и ужаснуться, насколько все красиво. Даже не могу сказать. Хотел сказать, красиво, как готический собор. На самом деле, это еще сложнее и еще прекрасней, чем готический собор. Это, это Трипура. Это не готический собор, это Трипура. Это тоже храм Трипура-багит. А, ну вот это вот, здесь они вот, соотношение с тиртхами, святыми, 50 тиртх, святых мест, которые по всей Индии разбросаны. Вот, и тут и Камарупа, и начинается Камарупа, Варанаси, Непал, Кашмир. Вот их название Камарупа, Варанаси, Непал, Поундравархана, Вардана, Кашмир. Канекума, Канекубджи или Канекумари, это на юге находится, там, где начинается мост на Ланку, который строили ванары, воинство Ханумана. Ну и так далее, то есть, в общем, тут все, Гакарна, известные Атаси, Уджайни, Питха и так далее, Праяк. Вот, уже все 50, все 50 шатки Питха здесь вот перечислены и показаны. Дальше, вот, интересно, ну, соотносение с металлами, с металлами различными, и, что самое интересное, с Дхату, то есть, гуморами телесными, которые пребывают в нашем теле. Да, вот, мамса, ну да, мамса, мэра, там, костный мозг, жир и так далее, и так далее. Ну, соотношение с божествами различными, уже такими, мужскими. А, вот, ага, вот, так, потом, здесь очень много всего, ну, в основном, то здесь вот соответствуют с различными матрическими соответствиями. Вот, так, это нити, опять-таки, у нас идут, и, которые, опять-таки, сориентированы по сторонам свету. И, как они, а вот они, вот, пожалуйста, фонд, 12 знаков зодиака, вот, и 9, 9 графов, как они расположены, вот, немножко сложновато. Вот, вот, ну, так или иначе, все это, вот, как бы, в такой табулярной форме можно... Ну, как бы, с этим ознакомиться, ну, и, как бы, медитирует над этим, да, представляет, визуализирует. Тут все на это направлено. Курс шревидии, он весь такой внутренний, созерцательный. Вот. Поэтому, как бы, для внешнего, он, кажется, излишне перегруженный, вот, такого рода, с такой ритуалистикой. Ну, в конечном итоге, эта вся ритуалистика направлена на интеризацию этого опыта, не на внешние жесты, на внешнее произнесение манта, а на понимание, осознавание присутствия вот этих всех энергий, этих всех соответствий внутри и снаружи, в теле и в сознании. В мире и в микрокосме и в макрокосме. Поэтому, поскольку в мире есть все, вот, все проявлено, все существует, мир чрезвычайно многообразен. Точно так же и проявление шри-янтры, будучи, вот, прям, можно сказать, зеркальной копией, зеркальным отражением мира в такой символической форме, обнаруживает присутствие всего во всем. Как это выражено в мантре полноты. То есть, это полнота, это полнота, и то полнота. Вот, из полноты, полнота, и зайдя, полнота, полнота и осталось, остается. На этом я остановлюсь. Спасибо. Олег, а у вас есть? Да. Это все прекрасно, конечно. Интересно практическое применение. Вот, допустим, именно в контексте, вот, когда, как гамала столь, а не вообще шри-янтры. Если, вот, допустим, человек, да, вступает в отношения, в любовь, ну, вот, обрушилась на него любовь. Каким образом, с помощью шри-янты, хатгамала столь, вот, и самого этого принципа почитания, он может действительно прожить эту любовь осознанно, как божественный опыт, да, именно для трансформации внутренней глобальной, а не просто, ну, как бы, прожить очередные отношения, закончить и начать новое. Есть какие-то варианты? Как вот это используют? Да. Или это только гуру? Ну, с одной стороны, конечно, да, гуру, а с другой стороны, ну, извини меня, даже чтобы, чтобы второго раскинуть, ты все-таки должна представлять, что какая карта символизирует? Нет, понятно, все, ты знаешь, что янтры, ты все изучил, ты все понимаешь, у тебя есть дикшер, теперь это мантры, каким образом вообще, технически, я взяла бы как пример вот только этот момент, да, самый яркий, что человек победил. Есть же еще много моментов. Понимаешь, что делать. Вот когда ты понимаешь, что, что, какое состояние, чего соответствует, обращаешься к нему напрямую. Ты когда последний раз любил? Ты не можешь осознавать, в каком ты находишься состоянии, что у тебя вот сейчас происходит. Нет, ну, тебе, тебе человек обращается, говорит, решит проблему. Как бы жрец, как специалист. А жрец уже как бы абстрактированно просто управляет операцию, да? Да. А у человека эффект? Нет. Ну, по крайней мере, я так представляю. Нет, я имею в виду именно как духовный опыт, чтобы он из этих отношений вышел или не вышел, чтобы для него это был духовный опыт, а не человеческий. Ну, извините, вот вы хотите сразу всего и всякого. Почему сразу всего и вся? Ну, какое-то начало же должно быть. Чего-то не должен начать, не знавать, почему-то не Харкмис, Харкгамаловский. Как способа. Как способа. А тут, получается, у нас, знаешь, такая оторванность от жизни. Есть где-то вот религия, где все так интересно и прекрасно. Прям вот, знаешь, это как красивую сказку. Почитать. И восхититься. Как все. А ну, понимаешь, что это все, вот, оно на уровне костей и жил. Я понимаю, как человеку это в себе осознавать посредством практики на шри янтре. С точки зрения шри веди конкретно. Шри веди. Кто это осознает? Ну, ты понимаешь, что на каждом уровне оно соответствует. Я понимаю, что соответствует, но в себе-то ты это обнаружить не можешь. В себе обнаруживаешь тем, что вот просто обращаешься напрямую к конкретному аспекту. Ну, ну, к любовь. А как узнать, к какому аспекту надо обращаться? Вот мне сейчас к кому? Трипура к Байраве или к Трипура Сундере? Вот в данный конкретный момент. А что у тебя, что тебя мучает? Да не меня мучает, ты пойми, какая у меня аудитория. У меня аудитория у меня у женщин, которые приходят с проблемами. И большей частью это проблема душевного свойства. То есть магия вот эта вот, проводить ритуалы, да, пожалуйста, это прикольно. Но люди хотят расти. Они хотят, чтобы их жизненный опыт был духовным опытом. А у нас получается, что у нас есть традиция отдельно, а ты вот сиди, медитируй, проводи пуджи, но это в твоей повседневной... То есть ты пуджи провел и пошел в реальную жизнь. И в реальной жизни вот этого всего нет. Ну, там есть, что есть. Что есть? Что есть? А там есть гнев, там есть похоть, там есть, ну, вот, все, все, все. Все богатство ощущений, оно там вот занимает свое подобающее место. Еще раз, смотри. Еще раз говорю. Вот. Ты в данном случае как медиум, вот, как медиум, как... Обязанный, да, ты с этим взаимодействуешь, точно, по-режему. Понимаешь, ты в нее постоянно упертая, понимаешь? Ты вот ее уже вот крутишь, как те же самые карты цыганковых. Хотя, понимаешь, да? Вот. Нет, ты лея не понимаешь. Я тебя понимаю прекрасно. Ты находишь, что там у нас... Коженью, вот, для него, вот это вот, вот, это вот живая. Вот живая. Там не просто какие-то... Я не знаю, что этот опыт, это уже, мне кажется, работа гуру, обнаруживать в своем ученике вот такие вот движения, и помогать ему... И перевести вот как раз с языка на такого вот... Мы же, как говорится, двигатель разбираем внутреннего сгорания. А если вот на какие кнопки жать, понимаешь? На какие рычажки дергать? Где инструкция? Вот она, мне кажется, это на одному не под силу потянуть. Надо, чтобы кто-то проводил эту медитацию непосредственно, и тогда ты будешь погружаться в образы конкретно, потому что сам будешь туда, все, что ты так не запомнишь, как это, что, зачем, и куда. Нет, это не запоминание, это все равно мы мучимся. Понятно, что мы не можем сесть и прямо осознанно провести вот всю эту пуджу, да? Ну, просто как Гамал Тоту хотя бы прочитать осознанно. Но с чего-то же надо делать в первый шаг, то есть ты с чего-то, с чего-то начинаешь. С чего-то ты начинаешь с конкретной целью. Это может быть цель просто посидеть и понять, осознать, через медитацию прочувствовать, увидеть эти образы. Но есть очень много людей, которые ничего не чутят. У них нет никаких образов. Они ничего не видят. У них вот такое мышление. Так, может, их надо и ввести, ну, раскачать то состояние хотя бы чувственное. Они же что-то должны, что у них возникает в этот момент? Ну, у них есть чувства прекрасного, пожалуйста. Это же, вообще должно же быть что-то там, радость. Это не я должна делать, это он сам должен делать. Да, так вот его к этому подвести, чтобы, ну, наверное, мы же никогда ничего не слышим, не видим в себе, да? Ничего, ну, как бы, ну, мы что-то чувствуем, но мы на это не обращаем внимания. На самом деле, я знаю ответ. Просто может сказать... Это был вопрос для Вида. Так, что было... Исторический вопрос, да. Вот то, что ты говорил... Нет, на самом деле, вот чем мне нравятся санскритские тексты, тем, что там, ну, все сказано. Ну, сказано так, что ты даже не поймешь, что это самое важное. Но это важное для тебя в этот конкретный момент. Да. Но есть одна важная вещь, по своей точки зрения, в шахтизме. Это то, что ты... Состояние наблюдателя. То есть в чем бы ты ни находился, практика в чем заключается, да? Вот для чего мы проводим Шевалинга Пуджи или вообще Пуджи? Практика брать под контроль свои ощущения. То есть ты как бы разделяешься на двое. С одной стороны ты служишь, ты инструмент. С другой стороны ты что-то ощущаешь. Но ты выпадаешь из точки, из плана личного отношения с миром. Ты уже служитель, ты уже душа, которая кому-то, ну, кому-то с кем-то разговаривает, с кем-то там выше. И вот этот опыт наблюдателя, себя со стороны не человека, не вот этого вот конкретного человека с этим телом, он переносится на обычную жизнь повседневную. То есть когда приходит какая-то эмоция, ты ее наблюдаешь, ты отстраняешь. То есть ты уходишь во внутренний Шевалинга, вы просто наблюдаешь за тем, что происходит. Шахти, как танцуют шахти вокруг тебя. И не всегда это получается легко. Так вот, может, вот это и есть, чтобы на того, с кем ты работаешь, и хотя бы его внимание на внутренние вот эти вот направить. Это невозможно, ты понимаешь, это... Это... Субтитры создавал DimaTorzok